Я еще один неприятный вопрос задам, но надеюсь, что вы не полезете в драку. Я прочитал слух, самый гнусный слух, который может только о вас быть, что якобы секс-символ Советского Союза и России Никита Михалков придерживается нетрадиционной сексуальной ориентации. Что вы на это можете сказать? Очень выгодно это. Я вот так понял, что это невероятно выгодно. По крайней мере, в любых разговорах и неприятных взаимоотношениях или выяснении отношений с женщинами, у тебя есть возможность сказать, вы почитайте интернет. Но, знаете, это не обсуждается. Это же все. Вот это все. Звенья одной цепи. Во-первых, это хорошо. Ньюсмейкерство. Вы посмотрите, ну грех мне жаловаться. Я больше сорока лет. Я шагаю по Москве, мне было 18 лет. Шестьдесят четырой. Шестьдесят четырой. Да, шестьдесят четырой. Сорок пять лет. Сорок пять лет. На виду? Не то, что на виду. На каком виду? На виду про человека распространяются сплетни. Так сказать, знаете, как сказал сценарист восемь с половиной? Он сказал замечательно Феллини. Он сказал, парли мало, парли бене, мы парли деме. Говори плохо, говори хорошо, но говори про меня. Для, так сказать, с точки зрения... То есть мне это, в общем-то, конечно, вызывает недоумение, смех. Конечно, в лоб хочется дать и так далее. Найти бы того киргиза, кто запустил этот слой. Да, но с другой стороны, так сказать, ну если это вызывает интерес, если это возбуждает людей для того, чтобы про тебя говорить в ложь или про... Не важно, но это, так сказать, возбуждает, да, то значит, ты будоражишь сознание своим существованием. Продолжаешь будоражить. Да, в работе, мыслями. А на самом деле, если бы ты это делал специально, то это надо было бы быть гениальным абсолютным ньюсмейкером и пиарщиком, чтобы 45 лет умудряться удерживать. Но так как я ничего для этого не делаю, вообще ничего. Просто, божьей милости, живу. Все, поступай так, считай, нужно поступать. Говорю то, что, считай, нужно сказать. Пишу то, что, считай, нужно написать. Снимай то, что считай, нужно снимать и так далее. То есть я веду себя так, как я веду себя, соответственно, с моими представлениями о жизни и моим ответом, так сказать, перед Богом. Хорошо, плохо, ошибаюсь, неважно, но я живу. Но это вызывает такую реакцию. Это очень хорошо, это замечательно. А что касается, так сказать, этого слуха, ну, так сказать, я выгляжу так. Нет, в том тоже и дело. Знаете, как сказал Чехов, во что человек верит, то и есть.